Артиллерийский дивизион сирийских вооружённых сил бьют по позициям исламистов из Джабхатану, которых они отсюда отбросили накануне на несколько километров. Удары наносятся сразу по нескольким целям. По городам Сукей, Тамана и Хан-Шейхун, что к северу от Хамы. Сейчас именно там проходит линия фронта в сражении за выход к стратегически важному району Алеппо. 122-минговые гаубицы работают по передовым позициям террористов. Боевики серьёзно окопались на городских окраинах и сейчас пытаются сдержать наступательный порыв сирийской армии. Мы можем видеть, как работают расчёты. После каждого залпа проходит корректировка на основе данных, которые передают арт-наводчики. И командир просит расчёты ввести поправки на орудия. По пылевым опорным пунктам исламистов работают и расчёты реактивных систем залпового огня ГРАД. Прицельная дальность корпусных 130-мм пушек достигает 30 километров, что позволяет этой батарее вести огонь по городским кварталам, где и засели командиры исламистов. О точности попаданий можно судить по клубам дыма, который поднимается над горизонтом, и по гулу доносящейся канонады. Вы видите, мы пытаемся отогнать сейчас подразделения террористов, как можно дальше они засели в городах и пытаются удержать их. Этот наземный штурм активно поддерживает российская авиация. Даже сквозь грохот орудий можно услышать, как в небе в этот момент кружат наши бомбардировщики. Сирийские правительственные войска продвигаются здесь с большим трудом. Исламисты оказывают упорное сопротивление, так как понимают, что поражение на этом участке фронта означает для них крах всей кампании по удержанию границы с Турцией. И тем не менее, сирийская регулярная армия только за этот месяц существенно продвинулась вперёд и освободила несколько городов. Это город Мурек в самом центре провинции Хаман. В ходе октябрьских боёв он пострадал, пожалуй, больше других. Настоящий Сталинград, ни одного уцелевшего здания. Боевики Анусры держали здесь оборону и сопротивлялись до последнего, но сирийская армия всё равно выбила террористов. И сейчас она занимает позиции на южной окраине города. Боевики не оставляют надежд вернуть город. Обстреливают его ежедневно из миномётов и пытаются взять штурмом. Но сирийская пехота держит оборону и вряд ли уже сдаст Мурек. Цель нашей операции – полное освобождение провинции Хама. Мурек мы уже освободили. Вот-вот возьмём Сукейк, Кафарзейту, а дальше открывается дорога на Идлиб. А там и до турецкой границы недалеко. Мы обязательно вернём контроль над ней. Но для этого сначала надо выровнять линию фронта, чтобы затем приступить к планированию следующей наступательной операции. Дмитрий Петров, Азат Атагонов и Семён Шапченко. Вести. Сирия.